Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер, Женя. Сегодня у нас разговор не общий, а вполне конкретный. Предметный разговор, да. Очень интересует товарищ Сноуден, с которым ты общался и, насколько я понимаю, будешь общаться. Кстати, если в следующий раз в Шереметьево поедешь, я хочу, чтобы ты вот Кайли, она бездомная как раз, вот так же, как Сноуден, чтобы ты ему передал ее. Все-таки кошка очень терапевтична. Если он действительно живет в Шереметьево, ему там будет с ней повеселеть. Он действительно живет в Шереметьево, но, конечно, кошку ему надо передавать тогда, когда он уже обретет свое жилье на территории России. Пока у него жилья нет сегодня, он пока находится в аэропорту Шереметьево, поэтому... Но, тем не менее, я могу предложить ему, конечно. Да, обязательно, скажи, уже такая вот красавица. Чтобы ему не было скучно там. Терпеливый, тоже перенесла в новый, как и он. Вот тоже, в общем-то, тоже, в общем-то, где-то шпионка. Как все кошки. А он шпион, скажи мне, Сноуден? Если говорить о шпионаже, то это все-таки юридическая формировка. Сегодня сказать о том, что Сноуден шпион, я бы не стал так говорить, потому что в отношении его нет предъявленного обвинения, в отношении его нет приговора. Как? Американцы ведь обвинили его в краже собственности государственной и в разглашении государственной тайны. Этого никто не видел, и вы согласитесь, для того, чтобы человек мог защищаться от предъявленного обвинения, ему, по крайней мере, это обвинение должно было быть предъявлено, разъяснено, там, очно, заочно. Есть определенные процедуры, которые нужно соблюдать, это требование закона. А не было вот это все исполнено с американской стороны? В отношении него никаких на сегодняшний день, как он говорит, никаких нет документов, которые свидетельствовали бы о том, что ему предъявленное обвинение. Обвинение в шпионаже. Таких документов сегодня он не видел. Но согласитесь, документы же не могут быть мифическими, если есть определенная процедура, предусмотрена действующим американским законодательством. Но эту процедуру надо выполнить. А сегодня получается что? Мы знаем только одно, что американское правительство преследует Сноудена. Простите, господа, вы за что его преследуете? Вы за что его преследуете? Объясните, скажите. Вы разве это не было озвучено? Юридически существуют определенные требования, и эти требования нужно выполнить. Он на сегодняшний день, я ему задавал лично вопрос, что касается его паспорта и гражданства, поскольку мы знаем, опять же, и средства массовой информации о том, что якобы он лишен гражданства и аннулировали его паспорт. Он ничего не получал, никаких уведомлений, он только слышал об этом, так же, как и мы с вами, и средства массовой информации. Простите, но правосудие таким образом не может вершиться. Ну а как ему предъявить, если он в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, на нейтральной территории, к нему же туда только вот могут приглашенные адвокаты попадать, насколько я понимаю? Жень, я в свое время, когда активно практиковал в 90-е годы, и для того, чтобы оповестить человека, донести до него информацию, я что делал? Я отправлял телеграмму. А нам телеграмма может быть доставлена в транзитную зону? Конечно. Ну извините, такая держава, как Америка, не может что, телеграмму прислать? Что вы думаете, что никто не примет эту телеграмму, что ли? Есть способы, есть средства, есть понимание того, как это можно сделать. Но сегодня мы знаем только одно, что словно преследует американское правительство. И все, и больше ничего мы не знаем. И соответственно, как к нему мир должен относиться? Я вам должен сказать, что те журналисты, которые были в аэропорту Шереметьево, их было очень много. Но они не были допущены к телу товарища. Но они не были допущены с целью безопасности. Представьте себе, я не знаю, сколько там было, по тысяче, я не знаю, может меньше, но было очень много, практически со всего мира. Но вот представьте себе, как может Сноуден, находясь в такой ситуации, как он может выйти вообще к журналистам? Он не может выйти с точки зрения безопасности. Кстати, мы ему предложили, давайте с вами сфотографируемся, чтобы, по крайней мере, журналисты, народ увидел, что вы действительно реальный человек, что вы не мифическая фигура какая-то. Он говорит, нет, с точки зрения безопасности этого делать нельзя. Фотографироваться нельзя даже. Интересно, а как же он себе представляет дальнейшее свое существование? Он действительно останется в Российской Федерации? Какие прогнозы? Я должен сказать, что, конечно, он находится сегодня в патовой ситуации. И почему, собственно говоря, он пригласил нас, юристов, правозащитников, прежде чем для того, чтобы с нами посоветоваться, с нами проконсультироваться. Понятно, что тот регламент, который был установлен в пределах часа, он не позволял нам более подробно сосредоточиться на каких-то формальностях, на каких-то деталях, которые предписывает действующее российское законодательство. Поэтому, когда встреча была закончена, я еще с ним поговорил отдельно. У тебя была приватная. Да, приватная, да. И мы договорились таким образом, он сам об этом сказал, что если он мне какие-то вопросы отправит, я готов на них ответить. Это важный вопрос, потому что даже, что такое получение политического убежища? Есть указ президента 1995 года, который регламентирует порядок получения политического убежища. В России? В России. В 1995, 26 июля 1995 года был подписан такой приказ, такой указ президента. И согласно этого указа, соответственно, лицо, которое желает получить политическое убежище в нашей стране, должно выполнить определенную процедуру. То есть, соответственно, обратиться в Федеральную миграционную службу. Что он не сделал? Ну, я чуть позже скажу, потому что было его заявление. Значит, соответственно, заявление, когда поступает в Федеральную миграционную службу, Федеральную миграционную службу дальше отправляет в соответствующие министерства ведомства, Минюст, Министерство внутреннего дела, Федеральная служба безопасности и так далее. Далее, после этого заявление поступает в комиссию по вопросам гражданства при президенте, и комиссия рекомендует президенту, либо не рекомендует президенту предоставить политическое убежище лицу, гражданину, лицу без гражданства. То есть это прерогатива главы государства? Только президент может дать или отказать? Прежде чем президент примет решение, я уже сказал, существует федеральная миграционная служба, и существует комиссия по вопросам гражданства. Последнее слово за президентом. Последнее слово за президентом. Во всех случаях. Во всех случаях. Предоставление политического гражданства в Российской Федерации. Но я должен сказать, что я не вижу оснований не предоставить Сноудену политическое убежище в нашей стране. Юридических. Я не вижу препятствий, так скажем, потому что Сноуден, если ему будет отказано в предоставлении ему политического убежища в нашей стране, он может обратиться в суд. Какая процедура, вот опять же? Это он может обратиться в суд, где непосредственно он находится, либо в данном случае, где находится федеральная миграционная служба, например. А, по месту расположения вот этой структуры, которая ему отказала. А с законом прописаны сроки рассмотрения заявлений, рассмотрения вот таких вот исков, если ему отказано? Или не прописаны? В течение одного месяца. В течение одного месяца. Нужно рассмотреть его заявление, если оно будет подано. Это по закону. Это у нас в указе так прописано, что подается заявление Федеральной миграционной службы. Федеральная миграционная служба распространяет, как я уже сказал, в соответствии с Министерством Визы. Те, в свою очередь, должны ответить в течение 30 дней. Так, хорошо. А дальше уже процедура. Я понял. А прогнозы? Ведь многие пишут, что вот сейчас он получит паспорт российский и сразу в Латинскую Америку уедет. Он не может получить паспорт российский, потому что согласно действующему российскому законодательству, в случае получения им политического убежища, в случае подписания президентом указа о предоставлении им политического убежища, он получает вид на жительство. То есть он получает... Не гражданство. Не гражданство. Он получает вид на жительство и приобретает те же права и свободы, которые есть у нас, Женя, с вами. Мы же граждане России, правильно? То есть он может передвигаться по стране, но выехать за границу не может, потому что у него загранпаспорт. Я правильно понимаю? Ну, за границу он выезжать при таких обстоятельствах, конечно же, не может. Хотя, основно, когда он выступал перед нами, ему бы очень хотелось выехать в страны, которые его поддержали в части предоставления ему политического убежища. Но если он вылетает в какую-то другую страну, то, соответственно, он теряет статус политического беженца. Разве? Да. Это тоже прописано в законе? Это тоже, да, прописано. То есть покидание территории страны, предоставившей политическое убежище? Да, если он уехал в другую страну, значит, соответственно, она автоматически аннулируется. И это логично. Ведь, когда мы говорим о политическом убежище, мы о чем говорим? Мы говорим о том, что человек скрывается от преследования государства, гражданства, у которого у него есть, или у которого у него было. Значит, соответственно, это и логично. Если он просит политическое убежище, значит, меры предосторожности, передвижения и все остальные вопросы он должен решать в рамках действующего российского законодательства. А как вообще все эти люди, которые более-менее информированы и ориентируются в ситуацию, рассматривают перспективы его преследования на территории России? Может с ним случиться какой-нибудь ДТП или что-то? Или американцы не решатся пойти на такого рода акции? Жень, я должен сказать, что я к Америке отношусь очень хорошо. И будучи студентом, да еще, по-моему, до института, я всегда как бы восхищался тем, что вот когда я что-то читал, что-то слышал, что надо же, есть такая страна демократическая, где там люди себя свободно чувствуют, не нарушаются права человека. Но я честно скажу, вот этот вертеп, который сегодня происходит, он в том числе происходит и по вине американского правительства. Потому что, ну согласитесь, человек имеет право высказать свое мнение, свободу мысли, свободу передвижения, не имеет право на это. Это во всех практически прописано международных, национальных законностей и так далее. Ведь, казалось бы, что случилось? Вот человек возмутился тем, что он видел, что он слышал. Он ведь речь свою какую начал, когда мы с ним встретились. Он сказал дословно, уважаемые дамы и господа, перед вами человек, который буквально недавно слушал ваши телефонные переговоры и читал вашу переписку. Я жил в достатке, у меня и жена дети, но я по своим убеждениям решил положить конец этому. То есть, вы понимаете, да? То есть, что такое прослушать, допустим, там президента Франции, президента России, канцлера ФРБ и так далее. Что это такое? Это получение информации позволяет влиять на принятие решений политиками, общественными деятелями и так далее. Вот о чем идет речь. Да, но ведь правозащитница Алексеева заявила, что она считает его человеком, преступившим законы Соединенных Штатов Америки, то есть, преступником, знакомым преступникам, и считает, что его необходимо выдать. Мне это заявление, конечно, очень огорчило Людмилу Михайловну Алексеевой. Я ее хорошо очень знаю и честь ей хвала, потому что она действительно много делает, она настоящий правозащитник. Но, вероятно, это произошло в силу того, что она является американской гражданкой. А то есть, она гражданский долг выполнила? Поэтому, видимо, она посчитала, что ей нужно изменить немножко свою позицию и сделать такое заявление. Я, честно говоря, этого очень не понимаю. Не понимаю, потому что правозащитник – это тот человек, который защищает людей. Неважно, какой расы, какой страны, какое гражданство, либо лицо без гражданства, это не имеет значения. Это даже невозможно себе представить, как можно иметь сегодня одну позицию, завтра иметь другую позицию. Это недопустимо с точки зрения правозащитника. Мы знаем, что миллионы граждан США на самом деле считают Сноудена героем, и мнения там, в общем, самые разные в отношении. Но большинство все-таки за Сноудена. Большинство за Сноудена, да? Да, по статистике 55% из 100% его поддерживают. А в этом контексте, как вы рассматриваете версию, что на самом деле вся эта операция Сноуден – это игра американских спецслужб? Что есть люди, которые недовольны нынешним режимом, недовольны демократами Обамы и пытаются скомпрометировать нынешнее правительство. И за всем этим стоят люди, поддерживающие республиканцев в спецслужбах американских. И все вот это на самом деле спектакль. Жень, ну вот я, конечно, стараюсь не играть в политику, но я должен сказать, что я слышал тоже эту версию. Я в Фейсбуке, да, вот наталкивался. Что некие событийные моменты, так скажем, которые происходят вокруг господина Сноудена, могут предположить, что такая версия имеет право на существование. Именно версия. Уж насколько они там между собой, да, могут договориться, либо могут между собой выяснять какие-то отношения, вбрасывать какой-то компромат и все остальное – это вопрос политический. И исключать такую версию, наверное, невозможно, потому что, согласитесь, очень много деталей, которые заставляют думать. И я думаю, что есть уже режиссеры, которые с удовольствием снимут фильм, потому что очень интересная история на самом деле. И когда он мне прислал личное приглашение приехать к нему на встречу, я, честно говоря, сначала не поверил. Ну, потому что, ну, как, вот, ну, вот, звоните мне, поможете, говорит, вот пришло приглашение. Я говорю, слушай, перепроверь, что-то не может быть такого. Ну, как должен я реагировать? Ну, да, как розыгрыш, да. Как розыгрыш. И она перезвонила, перепроверила, и действительно он прислал это приглашение. Поэтому, ну, я считаю, что с точки зрения моей профессии, профессии адвоката, мне это действительно интересно. С точки зрения профессионального развития, это на самом деле очень интересно, потому что человек оказался в беде, человеку надо помочь. Мы не говорим сейчас о защите его от уголовного преследования. Я сейчас говорю о том, что ему нужно помочь правильно оформить документы, чтобы они правильно прошли ему и членам его семьи. А есть юридические основания, допустим, у американских властей не выпустить членов его семьи вообще за границу? Нет, таких оснований нет. Таких оснований нет. Это будет, конечно, беспредел, потому что члены его семьи, ну, какое отношение? Нет, но больше беспредел, когда они посадили самолет просто с президентом суверенного государства и обыскали этот самолет. Я почему назвал это вертепом? Потому что, да, самолет посадили в европейской стране. Ну, 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 вот хорошо, ведь весь мир смотрит на эту ситуацию, на развязку, да? Вот как этот Гордеев узел будет все-таки расшнурован, как он будет развязан? Ведь я могу сказать по представленным журналистам, которые были в диссиденте, весь мир смотрит на эту ситуацию. Весь мир и пишет, да. И я, честно, не понимаю. Я знаю посла Америки, он недавно приходил к нам в общественную палату в комиссию. Абсолютно вменяемый, абсолютно понимающий человек, абсолютно профессиональный в своей деятельности. Я, честно говоря, не могу понять, вот почему совершаются такие неуклюжие действия. Почему нельзя проявить гуманизм? Хорошо, вы считаете, что ваш гражданин очернил вас, да, американское правительство. Но, подождите, но его нет в вашей стране. Почему нельзя проявить гуманизм и сказать, да ладно, отпустите его, и пусть он едет туда, куда он хочет, и пусть он говорит то, что он думает. Но при этом что происходит? Вы знаете, напоминает игру зорницу. То есть, ну, на самом деле, по-другому не сказать. А ведь серьезно, держава же. И вот они сейчас, да, вот после того, как мы побывали у Сноудена, они сейчас с такой обидой, да, там, с заявлением всякие обиженные там поступают, да, мол, зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Простите, а почему мы не имеем права с ним встретиться, если он это желает? Мы не сами ему навязались, он сам на нас вышел. Почему? Что Америка считает, или те, кто транслирует это от имени Америки народу, что человек не имеет права на защиту, что человек не имеет права на получение квалифицированной юридической помощи? Ну, это вообще абсурд какой-то. Хорошо, а вот еще в Фейсбуке обсуждается, допустим, такой ход развития событий. И после всех этих переговоров Обама и Путина по этому вопросу, многие предположили, что поскольку репутационный очень важный этот момент, что сейчас в обмен на какие-то уступки или по Сирии, или там по Ирану, мы все-таки возьмем и выдадим Сноудена американцам. Нет, я думаю, что наш президент не пойдет на это, потому что, ну, прежде всего, надо сказать, что наше государство не может выдать Сноудена, поскольку оснований нет. Если мы говорим об Америке, об американском правительстве, то я должен сказать, что у нас в Америке нет соглашения об оказании правовой помощи. Нету его. Значит, соответственно, мы не можем, это как бы не позволяет закон сегодня взять и выдать. Мало ли кто что скажет о человеке. Простите, но человек скрывается от вас по всему миру, он бегает от вас, вы его преследуете, а он такой щупленький, небольшого роста, он просто бегает, как мышонок просто, и не знает, куда спрятаться. А вы бы все, иди сюда, иди сюда. Понимаете, ну, это, ну, на самом деле, цинично. И оснований у России выдавать кому-либо Сноудена нет. Мы сами не можем нарушать закон. Это будет нарушением закона? Будет нарушением закона. Международных законов точно будет нарушением, потому что нет оснований его выдавать кому-то. Он находится сегодня, еще раз подчеркну, в патовой ситуации. Он не может перейти нашу границу, он не может сесть в самолет и улететь куда-то. У него нет паспорта, у него аннулирован паспорт. Так аннулирован все-таки паспорт? Конечно, конечно. Как он говорит, как все говорят о том, что паспорт аннулирован. Хорошо. Он, все-таки, у адвокатов с таким стажем всегда есть такой вот, то, что я называю, сканер. Вы умеете людей вот читать, искренне или неискренне? Какое впечатление он человеческое произвел? Вот мы все юридические моменты в сторону. Вот как человек, он каким показался? Для меня это самый важный вопрос был перед тем, как я принял решение пойти к нему навстречу. Мне было важно понимать психотип человека. Поскольку мы столько читаем, мы столько слышим, а самого не видим и не понимаем, что это такое. Поэтому я могу сказать так, что у меня все-таки сложилось мнение, что он человек абсолютно убежденный в том, что Америка не может слушать ни своих граждан, ни граждан других стран. Но он этим столько лет занимался. Но он занимался, и он свою речь начинал именно с этого, что я вот тот человек, тот, который вот это делал. То долго до него доходило как-то. Поэтому в этой ситуации я думаю, что он абсолютно адекватный, он абсолютно идеологически убежден в том, что права человека, массовое нарушение права человека недопустимы. Это его убеждение. А у человека, когда есть убеждение, вы понимаете, что с этим убеждением можно согласиться, можно не согласиться. Но это его позиция. И позицию надо уважать. Это его мнение. Хорошо. Про его позицию я понял. Вот про позицию адвоката Кучерена, у которого в доверителях были и, видимо, есть Иосиф Давыдович Кобзон, Сергей Федорович Лисовский, не въездные в США, персоны Нонград или США. Сейчас еще, может быть, Сноуден в эту линейку держит. После этого адвокат Кучерена становится не въездным в США. А я специально пойду в посольство и проверю, въезду это, и подам прошение о получении визы. Вы знаете, я не думаю, что... Ну, опять же, мне трудно сказать, потому что если я буду не въездной в США, тогда я только разведу руками и скажу спасибо вам большое, что вы как бы в очередной раз доказали мне, что, к сожалению, демократические права, защита прав человека, это все миф. А не реальность. Ну, я надеюсь, что этого не произойдет все-таки, потому что я надеюсь на здравость, я надеюсь на... Ух, я не надеюсь на здравость. На то, что если уж меня как адвоката, который консультирует человека, который оказался в беде, в заточении, меня лишать каких-то возможностей передвижения, ну, что же делать, ничего страшного. Не знаю, мне хочется, чтобы эта история просто не стала какой-то, чтобы она закончилась как-то серьезной, не стала анекдотической, потому что в Фейсбуке сейчас уже там разговор об Обаме с Путиным трактует, что Обама, там, Путину прозвание, говорит, у вас в Шереметьеве сидит наш человек. Он говорит, да, ну и что, ну надо отдать, что аэропорт? И уже вот это приобретает, вот какие-то такие анекдотические формы. А дело, на самом деле, серьезное, но я надеюсь, что если оно в руках такого человека, как адвокат Кучерена, то из этого толк получится, потому что я знаю, что адвокат Кучерена своих не сдает. Если Сноуден станет человеком Кучерен, я постараюсь сделать все возможное. Прошу помнить про Кайли, все-таки, может быть, Кошечка ему... Я обязательно, при первой же возможности, я ему сообщу о том, что... Пригодится, спасибо. Есть такая возможность. Спасибо за визит. Спасибо, спасибо вам. Спасибо за визит. На самом деле, конечно, вопросов осталось больше. Ну, я думаю, мы же не вернемся еще к этому, потому что какое-то развитие будет. Да весь мир следит за этим. Продолжение следует...